начну запись проведем трансляцию так давай тогда начнем опять еще раз я запись включил ее туда будет выложим вот в общем всех приветствуем кто сейчас присутствует на ю тубе не получилось по техническим неполадкам вот проведем в телеграме у нас сегодня будет стрим разберем рынок разберем рынок крипты на трассе российский рынок проводить стрим я буду с моим коллегой с давидом давид приветствую вот да да так все вопросы можно наверно под постом как раз последним писатель в комментариях да я тогда начну еще раз я тогда прибегусь по биткоину скажу свое мнение потом слово но это давиду передам у меня открыт биток это дневной таймфрейм открыт только надо включить не видимо демонстрацию экрана так транслировать экран все можно говорить у меня открыт биток это дневной всех поздравляю с принятием gtf это очень крутое долгосроки события но давайте взглянем на график значит во первых биткоин сходил зону в зону сопротивления которые я очень много раз говорил это диапазон 48-46 тысяч долларов за один биткоин соответственно мы в моменте видим хорошую медвежью реакцию от этого диапазона уже приняли gtf мое мнение было такое что после принятия gtf соответственно но этот рынок поедет на глубокую коррекцию на данном этапе gtf принято вот поэтому теперь внимательно наблюдаем за ценой при каких условиях начнется коррекция на мой взгляд у нас есть этот локальный диапазон 40 42 тысячи тире 41 если дневная свеча закроется под этим диапазоном то в таком случае на мой взгляд произойдет слом на дневном таймфрейме и начнется коррекция вот этого либо коррекция вот этого всего импульса значит какие цели на мой взгляд по этой коррекции первая цель промежуточная это 38 с половиной тысяч долларов но еще раз это при условии закрытия дневной свечи под уроки пишут картинки нету картинка должна быть у меня все есть а звук звук хороший я хорошо слышу тебя олег написал пишите вот под последним постом не поэтому если у кого-то проблема с картинкой то я обязательно все выложу вот поэтому все все увидят сейчас просто чтобы не отключаться и переключаться уже не буду менять но это возвращаясь к битку значит первая цель по коррекции в случае в закрытии цены под 40 двумя тысячами это 38 с половиной тысяч долларов но я думаю что мы отсюда сделаем отскок на ретест 42 и далее поедем вниз чтобы перекрыть ранее пробит уровень зеркальный уровень которая который находится на отметке 31 1800 здесь я буду готов откупить на спотовом рынке немного битка в целом я себе выделил три диапазона где я готов покупать биток соответственно 1 это 30 на 1800 2 диапазон находится на отметках вот здесь и и финальная отметка это 21 но на на чикагских фьючерсах на семье у нас присутствуют гэп разрыв как правило 90-98 процентов этих гэпа в течение времени закрываются там иногда и занимает месяц-два день а бывает и год вот тут вопрос в том мы сперва закроем гэп а потом мы поедем на новые от их а до перебивать 69 69 тысяч либо мы там вот от 32 тысяч мы поедем пробивать от их а и только потом мы закроем этот гэп вот вопрос риторически как бы то ни было вот я я готов откупать на эти 70 и выше в целом все что хотел сказать по битку сказал давиду но я вот не знаю сможешь ли ты включать на прошу просто трансляцию вроде как нет у меня такой слушай ну можно это скринами в комментарии кидать а давай давай попробуем запускай стрим так просто он у меня вот в прошлый раз так вот здесь микрофон так слышно слышно уже идет твой стрим я понимаю слышно как у тебя ехал какой-то шум просто комментариях что пишутся может этот давай перезапущать может есть звук стрима выключишь просто у меня то есть может у тебя как-то дублируется я просто отключил микрофон у тебя твой стрим ну работ но ты меня слышишь сейчас да 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 все супер а я отключаю я отключаю вот сейчас как ты начнешь говорить я у себя отключу микрофон справимся эти моменты да слышно да так начнем битка финансовый бит можно открыть уровня размечена тоже но сейчас плохо выглядит не очень плохо выглядит то есть у меня вот ключевые уровни указаны 24 500 вот это ключевой уровень которая я думаю неделя не должна закрываться ниже этого уровня контексте еще одного перехая неделя у нас сейчас под этим уровнем осталось до там три дня до закрытия я лично буду ориентироваться на закрытие недели если закрываемся под 44 500 у меня это в принципе отмена уже восходящего движения и это буду констатировать как начало коррекции с уровнями в принципе согласен к словой это будет 38 500 ключевой уровень 39 тысяч первые второй уровень сильно и блок уровень это 31 тысяча 800 и 34 тысячи долларов это ключевой блок который в принципе он должен удерживать ниже этого я между технически можно до 28 тысяч в принципе падать но я этого не жду в контексте бычьего рынка локально пока такое видение ждем закрытия недели многословным не буду если закрываем неделю такой свечой с такой тенью огромный у это скорее всего начало коррекции как володя говорит и уже нужно будет ориентироваться на дальнейшее движение на price action у следующих уровней и будем смотреть где откупать то есть как там неделя дневки будут закрываться делаем обновление по рынку более глобально по рынку как я вижу то есть если фибу взять сейчас мы как раз кольнули уровень под 18 это стандартная цель восстановления была мы ее в принципе уже кольнули 48 тысяч долларов если взять прошлый тренд сравнить фибу расширения то мы как раз реакцию получили у того же уровня 0 618 и соответственно коррекция вот это к видам можно не рассматривать то есть это скорее скорее это технически не предусмотреть поэтому будем ориентироваться вот на эту коррекцию цель у него была вот 0 236 она пришла 7000 долларов если на текущую картину смотреть цель вот ключевой уровень 28400 на 28 600 блок такой это максимально допустимый уровень коррекции для меня ниже я не жду 20000 долларов закрытия гэпа я не жду если пойдем ниже на закрепимся недели ниже этого уровня это для меня будет слом макро структуры восходящий и уже нужно будет пересматривать план пока оптимистичные сценарии это удержание блока именно 38 500-39 тысяч долларов данный диапазон я думаю должен удерживать bitcoin если нет дальше будет этот зеркальный уровень 31 1800 32400 второй уровень там можно будет рассмотреть уже и альту и bitcoin к покупкам к укреплениям позиций если у вас потовые позиции уже набраны принципе по биткойна пока так мнение схожие слова не поэтому нового не особо нечего добавить технически все выглядит хорошо на 90 процентов уже бычий рынок подтвержден осталось увидеть просто первую волну коррекции ко всему этому тренду и уже может будет работать по факту коррекции дальше дума можно альткойна рассмотреть какие-то писали про спел помню сегодня открывал график спал да вот парил график очень интересно выглядит то есть тоже на восходящее накопление в канале плюс клин плюс дивергенция там было пресса и по моему смотрим до пресса можно вот дивер выделить тройной даже дивер тройная дивергенция на ирсайт ну то есть очевидно что актив кто-то накапливает очевидно что накапливает по уровням цель у него стандартно это закрыть вот этот вот блок выпадения семьдесят восемь тире доллар ну доллар это цель 0 0 1 доллар цент это у него цель стандартное восстановление как пройдет вот этот уровень выпадения должен ускоряться то есть как то вот так это может выглядеть дальше идти коррекцию вместе с биткоином опять же это в контексте того что биткойн сейчас будет флетить а не падать и и в этом контексте альткоины постреляют особенно мелкокапы потому что тотал альткоинов он все еще не добил цели поэтому я считаю что пока биткоин выше 40 4500 на недельном уровне есть апсайты у альткоинов именно мелкокапов потому что эфир и топ-10 они уже многие выполнили свои цели принципе там уже рассматривать нечего там на мелкокапы по типу этого них еще есть многие открытые цели восстановления это вот уровень 0 0 10 центов по спелл думаю если сюда придет на коррекцию уже можно будет на тесте вот этого блока подбирать уже уже более детально уже разберем дальше во что это разовьется скорее всего еще одну движущую волну по спеллу в принципе все сейчас ориентируемся уровень не должен уходить 0 40 0 0 46 если уйдет ниже этого уровня то это уже отмена скорее всего обратно в канал вернется в клиент уже другую структуру примет график пока выше данного уровня и внутри этого восходящего канала смотрится по бычьей цели 0 0 1 доллар так что еще я давай посмотрю inch так об я отключил пока твой стрим сейчас его тогда запустим снова хорошо так я тогда посмотрю на inch тоже попросили в чате на него взглянуть причем я держал и держу часть позиции в целом у меня тут логика такая что весь но не весь а что вот этот участок до медвежьего тренда он укомплектовался в либо в каналах вот в целом у нас произошел в пробой ли итак вот на мой взгляд цена сейчас будет стремиться перекрыть вот эти два диапазона это на мой взгляд так вот по у монета cp их было точно такое же выпадение мы его закрыли вот не факт что inch тоже сокроет но в целом выглядит сильно причем сейчас еще в моменте до падает очень сильно доминация в момент падения битка поэтому аккуратненько его можно предположить что если он даже продолжит снижение то возможно продолжит снижение доминация альта тогда плюс-минус будет стоять на месте в принципе как сейчас потому что альта сейчас туда же по моменте она выглядит посильнее вот поэтому насчет inch а в целом плюс-минус пока цена наверное уже отметки 0 40 в целом это все выглядит по быче с целью вот в этих блоков поэтому ну откупать упал текущим или нет сейчас посмотрим в целом но если будет уход под 0 40 то тогда уже выпрыгивать из сделки моя находится со стопом в целом по инчу все так так и просто сделку веду уже два месяца могу в принципе давай давай оба про него скажем раз мы его оба ведем в принципе ну вот у меня был такой прогноз что там мы глобально закрою закрыли то есть ну на мой взгляд движение завершилось вот именно вот это теку у меня вся позиция скинута абсолютно полностью я набирал вот здесь так у меня первый трейд был там в районе трех закрыл по четыре с половиной там я потом по мере вот этого всего роста я скидывал часть оппозиции финальную там сына закрыл что-то в районе 13 долларов планирую ли я откупать обратно да сейчас скажу на каких отметках в целом у меня тут не так много вариантов я хочу увидеть цену в районе десяти долларов посмотреть на реакцию но здесь я возможно буду делать просто скальп скажем так серии откупить по девять с половиной продать по одиннадцати один а вот уже в районе восьми то есть сеткой набрать вот я бы откупил бы обратно на долгосрок эту вершину это не знаю посмотрим вот так что ты думаешь давид твой стрим до включить все включил так ну по целям в принципе да все верно сказал у меня такие же цели изначально стояли то есть я это поиски ввел с трех с половиной долларов вот у меня сета был я его вел цели уже стандартно он все выполнил то есть здесь таргеты среднесрочные не обращайте внимание все на склина вот здесь выходил я его уже просигнал для себя и открыл сделку вот my entry цель у нас стандартно выполнил закрыл уровень выпадения вот этот вот то есть он даже перевыполнил я думал что девять с половиной у него будет цель все туда он пойдет уже на тест вот этого блога но он перевыполнил цель пошел сюда я его при двух иксах забрал свои вложенные оставлял меня монеты сейчас лежат на холодном кошельке я с ними ничего не делал я их уже держу на бычку потому что пока непонятно как он себя дальше поведет то есть если биткоин уходит в коррекцию конечно да тут можно уже констатировать что пик поставлен и откупать но можно вот на 8 долларах начиная на 6 и 6 и 6 если даст точку можно поставить лимитки либо вручную набрать с целями глобальной цели сложно сказать сейчас но я думаю консервативно это 80 вот этот вот блок я думаю он закроет спокойно но судя по динамике как его высоко забросили я думаю он пойдет гораздо выше то есть 150 долларов можно там 200 долларов я думаю он может спокойно показать но забегать рано пока туда но потенциал такой есть потому что экономика очень сильно в принципе проект один из крутейших на хитхабе топ-1 по разработкам эмиссия всего лишь 250 миллионов монет то есть при желании я думаю на бычке это всю эмиссию как раз и отбирали и сейчас большинство монет уже находится в руках главных маркет-мейкеров по монете и то есть когда начнется бычка и закинуть ну на 150 200 вообще проблем не составит несмотря там на капитализацию то что она там большая для некоторые пишут что 2 миллиарда 2,5 миллиарда капитализация большая тяжелый проект это чушь в пике бычки некоторые проекты доходили до 70 80 миллиардов по капитализации такой проект как асипи он спокойно может пойти на 100 на 150 миллиардов даже но это не будем забегать дальше локально пик пока на карандашом поставим что он поставлен на если константируем то я бы поставил вот лимитки на 6 и 7 долларов принципе вот и вот на этот блок он этому на тест этого блока придет однозначно что тут можно все откупать с целями ближайшие это вот 35 40 долларов и стандартно это 80 85 долларов можно будет закрыть а там по факту уже ближе к этому рассмотрим блюр еще просили сразу рассмотрю тоже потому что интересный актив у блюра у меня на binance на binance он более молодой график но там интересная картина сейчас на байбит покажу в принципе клин отработал на я тоже заходил вот по 16 центов я его набрал на его рано скинул вот на этом потому что сдуло свеча я думал что он пойдет ниже в итоге скинул он вот пошел дальше сейчас локально очень интересно выглядит блюр потому что я вчера буквально локально очень интересно выглядит потому что на графике binance именно потому что это просто выглядит как аккумуляция боковик сплошной то есть смотрите выбили вот этот пивот минимум смотрите просто тютелька в тютельку выбили и развернулись здесь это выход из аккумуляции удерживает вот этот вот уровень 0.55 центов у него цели открытой 75-доллар у него цели свободно открыты то есть он лететь может уже бесконечно ну в контексте биткойна а биткойна и насчет коррекцию если биткойн сейчас удержит уровень то есть развернется хотя бы просто по флете в диапазоне там 46-45 тысяч и доминация будет падать валюра очень быстро ускорится я думаю вот этот таргет заберет на доллар очень быстро тут уже нужно смотреть чтобы он не ушел под этот уровень в рамках аккумуляции он может еще отрезать тестировать его сделать вот такое движение но ниже этого уровня уже не должен уходить а так очень интересно выглядит потому что ну прям ювелирная такая аккумуляция выбили вот этот блок по лайков выбили развернулись сразу пошли то то есть это фаза уже е по сути где актив показывает силу сос называется фаза sign of strange и здесь уже нужно смотреть ориентироваться на уровень 0.55 центов ниже не должен уходить если закрепиться дневкой под этим уровнем скорее всего это ложный выход из аккумуляции бы он продолжит флетить в этом диапазоне но в долгосрока очень интересный проект nft я думаю однозначно его стоит накапливать с целями потом разберемся потому что актив пока молодые исторических уровней никаких нет нужно будет ориентироваться по факту по усилий тренда заходной волны там дальше посмотрим что дальше еще ким может володя что-то хочет добавить да так да так сейчас все крончи я полностью согласен по блюру но только я добавил бы фундаментальный момент что сейчас делать есть проект blast вот и держателем токенов блюр соответственно раздадут токены blast вот когда это произойдет неизвестно по моему если я не ошибаюсь это произойдет в конце в конце февраля но тут надо посмотреть типа будет сделан снимок держателей блюр вот и сейчас многие покупают сейчас многие покупают эту монету чтобы ну соответственно получить новые монеты вот но после того как будет сделан снимок скорее всего блюр сильно упадет вот но я тоже думаю что он долетит до долларов возможно чуть выше сходят вот вот этот момент его надо учитывать в целом да кстати еще добавлю по блюру его можно застейкать застейкать очень хорошо там по моему метамаски можно подключить до валидатора и застейкать получается там сейчас посмотрю условия последний раз я смотрел там один блюр час или что-то такое было у меня товарищ который ретро допами занимается он на всю котлету закупил этих блюров и в стейкинг отправил вот раз до 24 25 года те кто занимается стейкингом там есть хорошие возможности хорошие валидаторы может потом я разберу ссылки найду скину тоже поделившись с ребятами хорошо у блюра и у глаз кстати один и тот же полет просили посмотреть так арбитрум фио и арбитром арбитром у меня тоже я могу показать у меня арбитром вообще ювидорная сделка получилось на бумаге давай я сейчас давай 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 потому что я его вчера скинул сейчас объясню в общем в целом тоже да давно веду эту сделку откупал вот вот в этом диапазоне полкод тот скидывал по мере роста до части позиции вот часть скидывания скинул на этом уровне но вчера продал полностью всю оставшуюся позицию потому что рассчитываю на коррекцию на коррекцию на битке вот но забегая вперед я не продал аптоз вот то есть моя долгосрочная позиция по аптозу она у меня до сих пор на руках вот аптоза тоже спрашивали но она до завершили потом пообщаемся мне тоже интересно мысли по автосвязи хорошо по доту я хочу откупить всю позицию обратно по 5 890 и 5 709 и возможно то что я вчера скинул я откуплю там в районе 7-6 и 6 вот как долгосрочный инвестиций быть с целями 16-14 долларов немножко лагает волос у меня отлагивает да сильно немножко понял так чуть-чуть я чуть-чуть ближе буду в общем цель и 24-25 году но это при самом худшем раскладе то есть если проект не покажет там какие-то новые инновации или они плохо реализуют там вот свою пока до 2 которые они недавно запустили то тогда вот мы достигнем вот этих целей но если проект хорошо скажем так проявит себя с фундаментальной точки зрения то тогда мы определенно полетим закрывать более высокие уровни это там и 24 30 и так далее вот но минимальная цель 16-14 так и давай тогда я по аптозу тоже скажу потом по доту еще добавлю быстро давай 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 я вижу у меня тоже мнение есть я покупал его но уже скинул то есть я у меня стандартная цель я вижу это 24 25 долларов это вот как раз в контексте то что володя говорит при плохом сценарии то что они ничего не сделают в принципе 20 25 долларов этому стандартная цель которую он выполнить в любом случае со всем рынком в чем проблема основная до до почему мне не нравится этот проект инфляция огромная инфляция очень сильная инфляция то есть там порядка 7 с половиной процентов вы просто постоянно давит на стакан и при этом они не разрабатывают то есть это же по сути проект аналог атома да по предлагаемым решениям это тот же атом это единственный конкурент но атом разработал в чем разница там разработал дефляционную модель то есть они пофиксили вот эту проблему с инфляцией чтобы понимать что значит инфляция огромная вот это постоянно около миллиона монет по моему год добавляется в эмиссию и стейкинга выходит и просто сливается в стакан это очень утяжеляет активом не может просто расти потому что постоянно него давят продавцы инфляция у него порядка миллиона то есть у него капитализация чтобы он дошел на новые какие-то пики свои у него там стандартная цель по перехали в это 55 60 долларов чтобы он туда дошел это капитализация должно быть там в районе 100 150 миллиардов долларов не совсем адекватные цифры то есть такие такой сценарий стоит рассматривать только при условии что они разработают именно дефляционную модель но в чем проблема самая большая то что полка дот они заявляют себя как программное обеспечение и им очень интересен рынок америке именно потому что они хотят интегрироваться в 3 до новую эру интернета со своим проектом и им нужен рынок америке а в америке если они разработают дефляционную модель а дефляционная модель подразумевает сжигание миссии они попадают под определение ценной бумаги как атом в июне вы помните наверное дам по всем альткоином было там прям сильно просил это как раз связано было с новостями от регулятора то что атом включили список ценных бумаг будут проблема что они не могут силу политики америки пока сделать дефляционную модель поэтому я бы следил именно за этим самое важное что если будет разработана какая-то модель дефляции и они как-то это согласуют с регулятором то однозначно проект нужно откупать потому что он на вы чем рынке тогда спокойно может пойти обновлять пики на 55 60 долларов без этого я ну не вижу просто невозможно чисто по логике с экономической точки зрения невозможно чтобы он пошел на перехай таком случае у него вот стандартная цель останется 24 25 долларов это все по дотам ну маловероятно что они конечно договорятся с кем-то да ну вот это стоит учитывать однозначно холдером потому что я знаю что много людей держат дот очень фундаментальный проект кажется многим но есть такая проблема к оптасу я оптас оптас так оптас так же у меня на него ставка в 2024 году слежу за проектом держу свою позицию играть вплоть до вот этой трендовый в целом я готов ее добирать по 701 по 586 на закрытии а вот этого уровня чтоб что по целям ну прям вот минимальная цель это 1259 но это прям такая очень промежуточная и на ней наверное там стоит сделать очень маленькую очень маленькую фиксацию ключевая разгружу большую часть по крайней мере разгрузить вот но глобально я рассчитываю на то что оптас может перебить и там в районе 40-60 долларов вот не знаю насколько это реалистично и не особо следил за их не особо слежу там за их разлуга за их разлоками ты киномикой вот этими всеми моментами киномика вот как раз проблема основная в моем понимании миссия огромная просто в разлоке технически неплохо выглядит то есть график посмотреть вот после февральского пампа он очень хорошо идет его запампили вот тройная тройной зигзаг комбинация коррекционная она хорошо отработала в принципе я так и ждал я вот с 15 долларов ожидал коррекцию она отработала уже цели у него согласно если просто стандартные такие бычьи цели от вот 58 60 долларов он должен идти туда то есть закрывать добивать эти цели но вот выше у него есть обстать до 150 160 долларов но это все именно упирается в токеномику это под большим вопросом потому что эмиссия огромная опять же разлоки большие будут в двадцать четвертом и двадцать пятом году плюс цена фондов официально заявлено там три с половиной четыре доллара даже меньше по два с половиной три доллара до якобы но на деле то есть я смотрел расследование сам изучал многие очень многие предполагают что реальная цена фондов гораздо ниже намного ниже чем официально заявлены потому что по средствам литра дропов почему оптостэк хайпанул это в основном за счет дропов да огромные дропы были раздачи там люди компьютерные клубы арендовали чтобы вот поучаствовать в этих дропов и раздали очень много монет но как оказалось да там отследили получение данным что очень много кошельков были которые аномально много получили с этих дропов дропов и предполагается что это как раз были участники проекта до разработчики то есть это вполне вероятно что реальная цена фондов гораздо ниже 0 5 центов меньше бакса может быть там надо было извинишься перебил там надо было ноду ставить на компе на своем вот то есть там но это можно было арендовать сервак типа ты ставишь ноду там я помню ее надо было неделю продержать и тебе тогда насыпали дроп и там еще очень много было да я помню я не участвовал сам но да я помню те кто там 10-20 делали ну отставили нод вот там причем затрат было на одну ноду если не ошибаюсь там что-то 10 тысяч рублей и вот таких там ставили типа 10-20-30 нод ну и соответственно забирали такое же количество дропа вот и там с одного дропа на пике по моему я не помню сколько там две или три что ли тысячи долларов было что-то такое вот вот есть мнение резонное довольно что очень много дропов полетела не совсем честным образом не совсем рядовым участникам до которые как раз охотились за этими дропами и если так считать то есть дропов капнула именно разрабан там маркет-мейкера фондом то в реальная цена гораздо ниже чем тут на крипто ранки пишется 20-3 доллара и тогда иксы там уже при текущих у них там может быть порядка 10-15 иксов то что основной основная фишка аптаса почему он такой хайповый там все его сейчас форсят что крат классный проект у него там цена все еще не ушла близ и ну по цене ближе к фондам то есть он там иксов у фондов нет поэтому они заинтересованы забросить его куда-то там на 200-300 долларов но вот стоит учитывать что вполне вероятно что при 50-60 долларов у фондов будет порядка 100-150 иксов это нужно учитывать и понимать что с такой эмиссии с такой такими номер очень тяжелый проект будет 200 тысячи двадцать четвертом двадцать пятом году я бы не ориентировался на цели там выше 100 долларов 45 50 60 это консервативная цель которая и подарок оптимистично когда который вот я допускаю что он дойдет но это не так много на самом деле с 5 долларов это меньше 10 иксов здесь намного интереснее проекта лично для меня хотя он да на слуху там разработчики команда сильная а посмотрим сейчас скажу что посмотри дивайды икс у меня с ним из как-то отношения абсолютно потому что я так понимаю интересно на проект я так понимаю это тоже из или потому что я и ну вот сейчас объясню свою свою логику это было накопление вот здесь что вот это было накопление соответственно мы но она продолжилась здесь то есть вот это как ложный пробой но для меня тут произошел слом в целом слом да но вы им и вот это все я восприним ну такая коррекция в накоплении непонятно и ожидал вот отсюда то есть у меня вот он закрыл только минимальную цель первую это 44 28 или 4 ровно в общем что-то такое вот но в дальнейшем я типа ожидал от него прямо ускорение там в района 7 9 и 12 по моему долларов 11 и 2 я в целом было накопление теперь я на всю эту историю и вовсе смотрю вот нравится проект потому что этот топ фьючерсных фьючерсных тдx of вот но насколько я в курсе там тоже у них проблемы с токиномикой вот а так планирую тоже от купать но наверное уже дождусь когда биток сходим в район 31 там я уже добавлюсь а вот в текущем вот этом всем рейнджи не особо я хочу сюда можешь открыть стрим я тоже по диводи экспресса выскажусь на это что же на интересный проект я его тоже веду все по звуку как ребят слышно меня хорошо что володина на пропадает напишите в комментариях я звук свой отключил я заговорим хорошо нас от диводи экспресс у меня не но другая на все не тракал общих у меня было здесь накопление я видел стандартная аккумуляция вот так же выбери пивот этот и начался тренд но потом конечно на вы поглотил очень сильно он не обновил минимум поэтому все еще бы что выглядит здесь вот интересный паттер расширяющийся клинт нисходящий очень интересный паттерн который обыч и может отработать прям нереально пока выше вот этой динамической трендовый нисходящий пока выше этой трендовый я вот сделку открыл недавно давал у себя в паблике давал по 24 заходил ну вот по 24 я здесь заходил и вот ждал вот закрытие как раз это блока которым володя говорит но он идет тяжело с неким с неким благом да можно сказать потому что рынок рос а он просто на месте колбасила его непонятно почему и он все очень странно себя ведет потому что смотрите он дает импульс на 150 процентов и просто рынок продолжает расти он начинает просто корректировать весь импульс вообще никак не реагирует на рост рынка но скорректировал удержал вот это вот динамическую тренду что было таким фактором для меня ключевым что почему я зашел в сделку потому что уровень он зашел за уровень и сразу откупился и вот он уже с моей точки дал получается по 24 я выбрал в 15 процентов пике 20 процентов было но сейчас для я констатирую вот это обычая пока он выше вот данный трендовый я думаю он пойдет выполнять цель вот это вот 76 половины 7 долларов он должен закрывать чтобы на коррекции не уходить уже ниже вот этого блока накопления может сейчас если он просто начнет лица но я не знаю пойдет скорее все обновить вот этот минимум где-то здесь уже будет иметь смысл подбирать но он будет вообще не интересен на будущий цикл если он сейчас вот этот таргет не добьет потому что добивая этот таргет да у него остается тогда потенциал там на 20-25 долларов сходить но если он уходит под возвращается в канал идет куда-то сюда это уже какой-то мусорный проект и проблему не даст экономики в воде правильно сказал них инфляция очень большая потому что там биржевые условия они за стейкером дают во первых стейкеров очень много потому что комиссионные понижают тем кто стейкает у них на бирже дают комиссионные скидки и то есть кто там торгует им очень выгодно я думаю с этим связана такая динамика это мировалная то что он то растет он начинает падать скорее всего разлоки какие-то намечаются он из-за счета этого начинает стакан сливать и вот он вот так колбасит его туда-сюда но сейчас вот видите развернулся и пока вот он выше трендовый я думаю вот этот блок он может спокойно закрыть по аналогии с лдо потому что лдо также такая же ситуация с лдо баланса тоже быстро тоже там проблемы с инфляцией очень тяжелый инструмент вот здесь я вел тоже с этап в двух сообществах там много холдеров было по лдо такой крутой проект много у него поклонников вот здесь он прям вымолил всех вот в этом боковике это недельный уровень важно понимать просто он колбасила вот это он выбил его вот здесь вообще разочарование люто было здесь я покупал вот эту вот стрелку как раз рисовал что получается вот у меня вот вот здесь вот здесь я рисовал давал стабу 21 доллар это как раз вот это вот выпадение было я писал что стоит покупать да это тест блока аккумуляции вот этого этот блок аккумуляции он просто отретестил и сразу развернулся и забрал все вот это движение глобально то есть я думаю он уже цели выполнил перевыполнил то есть вот этот вот блок он полностью закрыл по целям долгосрок вот у меня отмечено 30 но в принципе лдо ладно проговорю я уже запутался много начал про лдо рассказывать ну 30-38 долларов у него стандартная цель на бычке вернусь к дивай дикс стапа перепрыгнул по дивай дикс ну такое видение в принципе уже добавить нечего вот это вот пока удерживает ждем отработку но опять это все связано с биткоином почему я жду что не жду пока падения по биткоину потому что многие-многие монеты они не добили свои цели причем монеты капитал емкие не какие-то там мусор и стоп тысячи довольно сильные проекты по типу дивай дикс они не добили цели не по тоталом не по отдельной их графике если рассматривать то есть они не добили и сейчас уходить куда-то ну вот дивай дикс тоже есть опять но он идет по трендового у него куда он вот этот блок не удержит сто процентов если биткоин идет куда-то на 31 36 тысяч а то скорее всего он пойдет вот сюда выбьет вот этот пивот ну и отсюда разворачиваться то есть тут вот этот огромный блок ликвидности он проходить будет очень тяжело на развороте поэтому имеет смысл его наверное забросить куда-нибудь в 6 7 с половиной 6 половиной 7 долларов чтобы на коррекцию вот отретестил как раз вот этот вот весь блок накопления и отсюда уже как-то развернулся уже пошел там выполнять какие-то более долгосрочные цели но пока побычи смотрится для меня так по дивай дикс пока вот такое мнение да я понял в целом вообще кайф мне график очень понравился по дивай дикс так что у нас уже 45 минут идет стрим давай наверное прям мы быстренько досмотрим еще пару монет наши ребята вопросы какие-то есть он спрашивает и можно на фонду взглянуть так попросили посмотреть хайф мне не очень нравится этот график я его смотрел но недавно в целом у меня такой скепсис относительно вот прям лоукапных 100 что-то не да вот но с одинаковым графиком и ну то есть вот налог график если посмотришь хайф ну там из клей на вышло хорошо так он трендово пробил вот здесь конечно он просто пробил ее и просто остановился но я на логарифмическом графе в общем я пробил да у несколько раз все то есть все что тут могу сказать это то что есть ключевой блок 0 25 27 и 0 29 13 вот пока цена выше держится в принципе ну это выглядит более менее норм но опять же да там относительно всего рынка мне кажется есть настолько более интересные монеты которые ну там гораздо волонте гораздо волатильные и гораздо более фундаментальные вот мне кажется лучше на обращать внимание на них чем вот ну на подобного нет согласен поддерживал плюс проектов очень много нас еще просили посмотреть фио вот здесь в принципе та же самая ну это логика то есть ну проект мертвый относительно да возможно дадут памп там из серии 2 3 свечи какие-то в космос улетят там не знаю сокрыть например 0 10 и 0 0 7 хотя она закрыта но но откупать да вот там из расчета только на памп ну такое себе вот поэтому я бы на все вот эти лоукапные старые проекты там на бинансе я бы ну не обращал внимание опять же да вот мой сугубо личный взгляд поддерживал полностью это мусор есть намного интереснее проект если уже не одержите там вы не застряли в этих активов покупать однозначно не советую есть намного круче проекты про можно присмотреть по джинте вижу просят по джинте может открыть у меня в принципе график готовы я быстро выскажу что джинси фома вообще я помню его за листья я купил я 14 короче продал прям там и серии процентов 20 30 так ладно давай да посмотрим тогда джинте я видел твой график так не у меня джинси был график а джинте не скидывал никому но я его тоже отслеживал так он у меня есть микрофон подвиньте быстро быстро в принципе вы скажете ну тут технически очень хорошо выглядит потому что вот он клин шел шел пробился в эту тренду пробил отритестил прям идеально технически очень хорошо себя ведет то есть сейчас пока он вот выше получается вот этого 0.23 доллара у него цели вот они открыты обе доллар 10 центов и вот 68 центов он эти цели должен в принципе добивать да но опять же в контексте биткоина флэт какой-то без падения потому что если биткоин начнет падать ну мало вероятно что он пойдет туда но уже он очень сильно выглядит то есть вот он первую волну дал коррекционная волна отритестил трендовую сейчас по идее должна развиваться третья волна по хорошему то есть добывать вот эти два таргета и потом было бы хорошо вот как раз на коррекции там четвертой волне прийти сюда куда-нибудь завершить импульс и ну и дальше там уже реаккумуляться это уже ближе к бычьему рынку но сейчас локально очень хорошо смотрится единственное вот биток немножко портит картину потому что вот он поглощает все свою вот эту вот неделю выпадения ориентироваться на биткоин будем если биткоин закроется неделькой ниже 44 500 туда уже пересмотрим там какие-то сетапы а пока пока очень хорошо смотрится этот актив и в долгосрок тоже мне кажется хорошо его держать потому что для фундаментальных есть моментов я думаю проект там пересмотрят я его отслежу активно слежу за ним есть у него хорошие перспективы но локально вот так и такое мнение пока вот выше трендовые вот эти цели я думаю он должен добивать технически чисто так я здесь по фонде Володя хотел нам так по фонде значит давайте разберем основные бумаги сейчас и те которые попросили посмотреть в целом глобально по фондовому рынку настроен довольно позитивно на ближайшие пять лет вот там есть очень много интересных историй давайте начнем наверное с московской биржи просто на нее взглянем что у нас тут поменялось особо ничего не поменялось цена как продолжала торговаться в боковике так и продолжает то есть ключевые уровни 3 200 ну это 8 за какой уровень вот вот в целом не вижу смысла мы биржу давайте далее взглянем на газпром газпром считает долгосроки во первых да вот это все я трактую типа накопления на данном этапе да грубо находится зона и не было вот это вся зона не знаю как на фонде но обычно такие зоны закрываются поэтому я считаю уместным набирать набирать плюс можно сделать добор в районе трендовый и если повезет но я не думаю что дадут такие цены это откупить вот вот в этом блоке цели минимальные это 400-360 но есть сценарий да что оно и вовсе закроется выше этого блока но это уже будем смотреть но то что она потрогает 400-360 я уверен вот так далее что еще хотелось посмотреть втб сетап который я кидал вот это все время на протяжении какого-то длительного времени значит цена торгуется в нисходящем клине клине цена вышла из него вверх была взята первая цель это 24-465 на мой взгляд сейчас в принципе дорога открыта чтобы 5 за одну бумагу но более глобально год-два-три или пять это перекрыть вот это все выпадение которое находится в диапазоне 4-660 вот плюс ко всему я бы обратил внимание на объемы они очень вот плюс это произошло да грубо говоря на дне на дне рынка ну если мы предполагаем что это дно то соответственно эти объемы они нам могут говорить о о развороте так что далее сидежу просили посмотреть смотрим мы буквально вот перед стримом смотрели в общем цена когда уходила под блок я писал выпрыгивать из этой бумаги но если цена обратно вернет бумагу на мой взгляд в принципе можно перезаходить глобально раз раз да все меня слышно вот я не пропадаю алё 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 да чуть-чуть у меня выбивает на в общем на мой взгляд у нас формируется нисходящий клин с целями минимум 5 6 478 и 8 469 но я бы как сказать все время короче тут надо работать со стопами то есть не позволять себе там в случае какого-то сильного убытка да холдить эту позицию потому что в целом если да ехать до нижней границы то это аж 1 942 то есть вот на данном этапе у нас есть ключевой блок это 3 839 это 3 соответственно пока цена выше то можно откупать но в случае ухода под блок я бы закрывал цели в принципе хорошие так далее просили взглянуть на такую бумагу как артк это у нас так вот аптк так тут я в принципе по моему когда ее разбирал я писал откупать от этой полочки соответственно с целью закрыть вот это все выпадение на данном этапе оно закрыто я бы сейчас уже не трогал но это выше 14 930 или даже 14 930 или 15 20 вот такое движение вот мы если увидим то на ретесте можно откупить что касается глобального графика сейчас давайте посмотрим я бы рассматр как накопление но тут надо понимать что ключевой границы у нас является круглые 10 что думаешь давид про вот этот график ну честно не рассматривал ранее но выглядит но я не знаю как тут очень рваный график какой то неликвидный как будто неликвидный да вообще неликвидный сложно такие графики разбирать потому что дает палку просто и поглощает ее следующее полностью ну вот у тебя уровень отмечен 14-15 пунктов я думаю пока он ниже это по медвежьей смотрится ну в принципе уже 6-5 6 касаний ложный пробой вот я вижу был то есть если он закрепится сейчас над этим уровнем неделькой 14-15 пунктов то тогда уже можно будет смотреть там с коротким стопом можно взять вот как раз до следующих таргетов 18-23 может сходить но пока ниже ниже 15-14 пунктов по медвежьей все еще смотрится то есть он бьется бьется в этот блок но он пока пробить не может но свечки эти конечно аномальные да не особо радует не знаю где он торгуется надо будет посмотреть так почему такая ликвидность небольшая мтлр еще попросили посмотреть это митчел сейчас я тут много чего расскажу вот это поинтереснее тут есть много но спойлер да я жду коррекцию по этой бумаге но сейчас посмотрим вообще докуда она может быть опять же на мой взгляд плюс во первых меня пугают вот такие объемы кульминация вот потому что ну когда вот такие пиковые объемы да появляются после сильного роста обычно это говорит о выходе денег соответственно там из той ну из бумаги либо из монеты вот плюс ко всему мне не нравится что то не слышно алло 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 да что то раз 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 все да очень сильно отлагивает в общем тут на мой взгляд либо двойная вершина либо у нас тут ну если вот смотреть да по линейному то у нас тут двойная вершина если смотреть с фитильками то вот у нас хай а здесь у нас возможно рисуют ловер хай да то есть возможно произойдет потенциальный а на фьючерсах торгуется мячом по идее и на мой взгляд и на мой взгляд и на мой взгляд и на мой взгляд мячу то есть откупаем 234 везем на 277 затем откупаем круглые 200 и везем на 234 а профит оставлять в бумаге вот но в целом вот эти три уровня на покупки так давай наверное еще парочку бумаг да посмотрим боюсь представить что там у меня со звуком будет а и еще две крипты кстати забыли посмотреть надо будет а что там там blz и waves сейчас я гляну еще на парочку бумаг так dvmp dvmp значит просили посмотреть это у нас fish fish нет забыл fish по-моему да морской кидал а все дело там про по-моему в районе 73 16 или 70 что-то такое вот с этими двумя целями эти две цели они в принципе отработали это если смотреть четырех часовик очень очень волатильная бумага на самом деле но сейчас принял во первых ну соответственно два таргета они закрыты 76 19 и на ретесте сюда либо я бы ждал куда-то ну по характеру коррекции надо будет смотреть вот было бы хорошо и вот эту проторговку протестировать прям вот это место было бы очень хорошим для покупки на мой взгляд по текущим искать если точку входа вот в рамках на мой взгляд можно было бы выделить вот такой вот диапазончик 73 10 тире 71 49 и как-то вот таким вот образом это откупить там со стопом где-то здесь так в целом у меня все мы с тобой вроде бы вообще многое посмотрели на крипто там там две монеты да посмотришь так я отключаю микрофон так видно да да ну то я сейчас скам монета не советую никому ну это шутка локальная на самом деле вроде клин какой-то рисуется ну да можно вот так клин накинуть да в принципе хорошо выглядит локально то есть пока выше вот динамического сопротивления вот этого он тут немного рваная пока выше он в принципе побыче смотрит может вот закрыть вот этот вот попадение у него таргет получается минимум 4 с половиной долларов ну все что могу сказать вот пока выше держится то я бы держал если уйдет обратно то тут ну я бы закрывал либо если холдить этого холдить уже добычки глобальные цели это уже надо будет смотреть именно на заходную волну какая у него будет вот такие монеты я не люблю которые вот так просто скамятся падают там без остановки ну в принципе цель у него ну атака он вряд ли уже обновит я сомневаюсь то есть вот этот вот 10 долларов уровень он здесь все закроет вот этот блок и то хорошо локально неплохо смотрится согласен пока выше клина можно подержать до 4 с половиной тире ну 6 вряд ли 4 с половиной 5 долларов на круглые поставил лимитки либо просто вручную отслеживал бы закрыл бы и в целом больше добавить по waves нечего что там вторая монета какая была вторая монета Володя тут нет я здесь я здесь я здесь ага ну по waves все я высказал в принципе об убил об убил да тикер вот такой да да я потом еще посмотрю моего любимчика ком и закончим и закончим так бэлз ну хорошо да сильно выглядит но опять же уточняйте лучше уточнять вообще исходные то есть бэлз что купить сейчас или вы его держите там с культурами чтобы что-то адекватное посоветовать он хорошо смотрится но он уже выполнил цели уже перевыполнил цели то есть он вот трендовую пробил отретестил пошел ну все он уже сделал все что все свои цели выполнены я бы его не покупал однозначно здесь я бы уже ждал какую-то коррекцию адекватную согласен на коррекции подобрал бы ну выглядит хорошо да он уже все цели перевыполнил по сути сколько он тут дал то росту 10 9 иксов он почти дал 100 июня ну это что-то по типу инжектов я не знаю очень сильно идет надо будет изучить что это за проект первый раз вижу но в целом я сейчас бы ждал коррекцию да можно вот здесь предполагая его сюда не пустят уже потому что ну не дают такие активы которые выбрасывают высоко они обычно не дают их откупать дешево то есть я бы начал откупать уже его по вот этот блок ран ну по 22 в принципе 20 я бы начал первые покупки делать и оставил бы ну там 30 процентов можно было бы купить по 20-23 цента дальше вот этот блок наверное основной был бы для откупа уже всем объемом я бы зашел в этом блоке получается 15-12 центов здесь можно будет его взять уже с целями цели у него прям высокие будут ну я думаю 3.6 он может добиться спокойно у него динамику очень сильная то есть если коррекцию даст сюда ну да он там иксов 20-30 ну очень сильный проект очень сильно выглядит надо будет изучить однозначно вот цели которые по набору 16 это основной блок вот я бы там набирал вот здесь можно просто взять первым первой лимиткой или просто первую часть там процентов на 30 можно докупить с мыслью что может не пустят ниже потому что опять же по опыту говоря такие активы которые вот так импульсно выходят там на 5-10 иксов на медвежке их часто как солана там инжектив они не дают стандартные цели по коррекции там 0.5 0.618 фибы необычно очень динамично ускоряются там буквально небольшая коррекция дальше снова палка вот так может выглядеть просто вот так вот и дальше он пойдет уже там на полтора доллара и добьет уже цели свои стандартные 3-4 доллара вот здесь откупал бы здесь наверное всем объемом зашел в этом блоке уже 30 процентов здесь 70 процентов здесь от выделенной суммы на сделку если держите наверное частично я бы фиксировал смотря сходится на держите в такие мысли по был за я здесь я здесь я хотел еще взглянуть давайте еще на две монеты вот последний вопрос а где просят я просто не вижу почему кто еще раз где просят где ты читаешь я просто не вижу в чате в чате а shanty shanty вижу вижу shanty обалдеть так ну сейчас посмотрим обалдеть это он так вырос я думал он вообще уже со сканерсу эту проекцию кстати да очень очень так отметим вот этот блок я бы уже не если оно кажется мне кто-то кидал уже это если оно закроется выше 9 то открывать 11,5 и 16 и 20 так если не расширение вот так вот подкиду это все делать подогнать 27 17 54 12 68 то вот 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 если вы не в позиции то я бы уже дождался бы над вот этим уровнем потому что по текущим учитывая биток не очень стабильный наверное покупать опасно потому что тут уже очень далеко уровень отмены вот вот по hnt у меня такие мысли и я хотел еще финально посмотреть монету ком монета ком я ее продолжаю набирать сегодня купил еще чуть-чуть у меня у меня уже около 300 монет набрано следующий набор у меня будет в районе 1,970 и 1,572 и там я в принципе уже наверное прекращу ее откупать оставлю холд напомню что ком это проект грубо говоря из экосистемы битка да созданный на стандарте PRC 20 и они себя преподносят как первый инфраструктурный проект на битке который принесет DeFi в биток вот плюс они нет нет да прогоняют очень хороший фундаментал вот вчера они запартнерились там с одним проектом будет какой-то делать мост, кофиру и так далее в общем команда работает все время выкатывают какие-то обновления, новости вот и если мы вспомним Орди это тоже монета это тоже монета сделанная на BRC 20 так где у нас в первую очередь залистили Орди то есть он вот долгое время консолидировался спускался потихонечку да то есть на 70% вот по моменте цена упала после листинга но потом соответственно были иксы вот тем более учитывать экономику проекта всего 21 миллион монет из которых огромное количество монет находится в стейкинге я уверен что там раскачать в район на 60, 70 или 80 долларов не составит труда учитывая что капитализация проекта сейчас в районе 60 миллионов долларов что в принципе смешно вот поэтому уверен что они еще себя покажут вот такие мысли у меня по ком в целом я думаю можно наверное заканчивать что думаешь да я думаю достаточно рассмотрели уже затянули немного да люди повыходили не встали да я стрим сейчас обязательно вот вот кому то будет интересно посмотреть раз в неделю проводить но постараемся их делать чуть-чуть покороче там хотя бы до 30 минут все эти дела сократить вот у меня в принципе все все мать Давид тебе огромнейшее спасибо да вам спасибо что пригласили спасибо что смотрели вчера надеюсь увидимся с тобой в пятницу еще разок вот да обязательно ну тогда в целом спасибо тебе всем спасибо за просмотр все спасибо всем да до связи до новых встреч все счастливо спасибо спасибо